Всем доброго времени суток, с вами Санчо. В этом видео поговорим про таймфреймы и как правильно анализировать график шаг за шагом. Методик анализа существует огромное количество, но то, что я сейчас расскажу, проверено временем и работает. С таким подходом вы сразу же увидите результат, а со временем, когда появится достаточно опыта, вы начнете лучше понимать рынок и открывать правильные и понятные для вас сделки. Первое, что я хочу рассказать, это основные моменты, которые вы должны учитывать в своей торговле. Вне зависимости от того, кем вы хотите быть или кем являетесь, интродей, свинг или позиционным трейдером, вам все равно нужно начинать анализ со старших таймфреймов, плавно переходя к младшим таймфреймам. Такой анализ настолько важен, потому что вы всегда должны обращать внимание на общую картину вне зависимости от стиля вашей торговли. Вы также не должны усложнять свой анализ. Сила в простоте. Старайтесь придерживаться основ, которые вы изучаете, особенно сейчас, когда вы поглощаете огромное количество информации о новых концепциях. Даже если вы пытаетесь довести до совершенства определенной стратегии, вы все равно должны не усложнять процесс. Это только вас запутает. Перестаньте смотреть все время на графике. Вы должны проводить анализ и разработать план торговли на день и возможные варианты развития событий. Для этого мне достаточно полчаса либо час в день, в зависимости от количества просматриваемых пар. После этого я расставлю алерты в зонах интереса и дальше остается наблюдать за ценой и следовать плану. Если же вы будете сидеть и смотреть весь день на график, то просто из-за скуки вы будете видеть то, чего на самом деле нет. И следовательно будете открывать убыточные позиции. Учитесь не открывать сделки просто из-за желания получить адреналин, заработать прямо сейчас или просто из-за вашей интуиции. Только хладнокровие и четкий план поможет быть прибыльным на дистанции. И запомните важный момент. То, что вы заработаете сегодня, вы потеряете завтра, если не будет системы. У вас должно быть понимание, что трейдинг – это потенциальный заработок на дистанции, а не в моменте. И этот вид деятельности совсем не для каждого. Вы также должны перестать смотреть новости. Это приманка для хомяков. Все, что нужно для точного анализа, находится на графике. Я не говорю, что новости нельзя торговать. Есть определенные стратегии, которые отлично работают в правильном контексте. Но у большинства из вас не хватит опыта и знаний для такой торговли. Учитывайте только реальные факты, а новости – как манипулятивный инструмент, который поднимает волатильность. Вы всегда должны ставить в приоритете старшие таймфреймы. Правильный анализ графика сверху вниз даст вам четкое понимание, куда цена должна двигаться, где она может развернуться и какие зоны интереса у вас будут для открытия позиций. Просто держите эти пункты в голове и придерживайтесь их. А теперь давайте поговорим о том, что мы будем смотреть на разных таймфреймах. Я сделал такую шпаргалку, можете сохранить, чтобы не забыть. Сейчас вкратце поговорим про то, что здесь написано, и потом я покажу пару примеров правильного анализа графика. Начнем с месяца. Первое, что нужно сделать, это проанализировать график с месячного таймфрейма. Если история позволяет, то можно начинать с трех месяцев. Вы всегда должны помнить, что старшие таймфреймы всегда будут в приоритете. Когда у вас возникают разногласия между таймфреймами, то нужно отдавать предпочтение старшему таймфрейму. На месяце я смотрю структуру, чтобы определить настроение рынка и предпочтительное направление для своих позиций. Дальше я ищу ликвидность, определяю значимые максимумы и минимумы. Это магнит для цены. И также смотрю манипуляции. Это активация стопов ритейл трейдеров. На снятии ликвидности можно открывать отличные позиции. Чтобы посмотреть примеры такой работы, вы можете перейти в мой телеграм канал и подписаться на него. Здесь я пишу про трейдинг, аналитику и мысли по рынку. В нем вы найдете много полезной и интересной информации для себя как трейдера. Ссылку смотрите в описании. Окей, после месяца спускаемся ниже, на недельный таймфрейм. Здесь я уже провожу побольше времени, чем на месяце. Первое, что вы должны сделать, это посмотреть структуру недельного таймфрейма. У вас будут ситуации, когда тренд на недельке медвежий, а на месяце бычий. В этом ничего страшного нет. Опирайтесь на месяц и вполне вероятно цена двигается формировать хайр лоу. Поэтому в таких случаях нужно определить зону поддержки на месяце и ждать теста. И скорее всего цена дальше будет двигаться в бычьем тренде. Здесь конечно есть свои нюансы и также нужно учитывать контекст, но в большинстве случаев будет так, как я сказал. Следующее, что вам нужно сделать, это определить зону интереса, где вы будете открывать свои позиции. Вы ждете, когда цена протестирует значимую зону поддержки или сопротивления, и в этих областях вы будете работать на младших таймфреймах. В правом верхнем углу есть видео, в котором я рассказывал о входе в сделку с младших таймфреймов, используя зоны интереса со старших таймфреймов. Посмотрите его после данного видео, если еще не сделали этого. Ну а дальше смотрю, где находится ликвидность, по аналогии с месячным таймфреймом. Но тут важный момент, который вы должны понять. Ваша сделка должна открываться на основании совокупности факторов, а не из-за того, что вы увидели неснятую ликвидность, поэтому решили зайти в позу. Только тогда, когда вы понимаете, что цена достигла зоны поддержки, допустим сформировала хайр лоу, либо было снятие основной ликвидности снизу, и вы увидели манипуляцию лаями, тогда вы входите в позицию и определяете эти равные максимумы, как цели для цены. Здесь тоже очень много нюансов, данное видео не об этом, но даже этой информации достаточно, чтобы начинать правильно торговать. С неделькой закончили. Следующий таймфрейм дневной. На нем уже проводится основной анализ. В первую очередь смотрим структуру, старайтесь открывать какие-либо позиции в синхроне со структурой старших таймфреймов. Дальше рекомендую обратить внимание на хай и лой текущего и предыдущего дня. Цена часто манипулирует этими хайами, либо лоями, что позволяет определить дальнейшее движение цены внутри дня. И так же, как и на недельном таймфрейме, вы должны определять значимые зоны поддержки и сопротивления. Это будут ваши зоны интереса, которые согласуются с текущим трендом. И на этом этапе у меня уже есть четкое понимание направления моих сделок. И у меня уже отмечена зона интереса, где я буду искать точки входа на младших таймфреймах. После этого идут часовые таймфреймы. Это таймфреймы от часа до 12 часов. Здесь работает такая же иерархия. Смотрим график с 12 часов, затем переключаемся на 4 часа, потом на час. Это основные таймфреймы. Помимо озвученных временных рамок, вы можете просматривать и 2-часовик, и 8-часовик и так далее, если вам это нужно. Первое, что мы делаем, это определяем текущую структуру. Вы должны всегда стараться найти синхрон с хай таймфреймами для большей вероятности отработки вашего трейда. В зонах интереса, которые мы определили на старших таймфреймах, в игру вступает вайков. Смотрите на манипуляцию лайами в зонах поддержки, и там же смотрите локальные институциональные свечи, откуда можно войти с коротким стопом. А в зонах сопротивления, соответственно, смотрите на манипуляцию хайами. Если вы еще не видели мое видео по вайкову, то оно сейчас в подсказках. Смотрите. Скоро выйдет вторая часть. Только не подумайте, что вайков нужно использовать всегда, и в каждом боковике искать накопление или распределение. Нет, это не так. Вы, конечно, можете это сделать, но я не вижу в этом смысла. Вы должны опираться на другие факторы, а вайков может подсказать вам о будущем направлении цены в синхроне со старшими таймфреймами. Уже на данном этапе вы можете спокойно торговать, используя такой простой анализ, и ваши сделки будут эффективны и правильны. Но это больше подходит для свинг трейдеров. Я люблю входить с достаточно коротким стопом, и имеется отношение риска и прибыли больше трех. Поэтому переходим на лоу таймфреймы. Они всегда будут использоваться только для входа в позицию. Младшими таймфреймами считаются минутные графики. Все, что ниже часа. На экране вы видите основные таймфреймы, которые используются лично мной. Иногда я смотрю еще такие, когда мне нужно. Итак, вам нужно понять, что вы переключаетесь на эти таймфреймы только тогда, когда цена находится в ваших точках интереса. То есть весь анализ, который вы проводили на предыдущих таймфреймах, сочетается. Не совершайте очевидных ошибок, которые я часто вижу. Первое. Не открывайте сделки, если цена не пришла к вашей зоне интереса. Скорее всего, вы, как обычно, слишком спешите. По итогу, цена дойдет туда, куда вам нужно. Но к этому моменту у вас уже будет несколько стопов за спиной. Второе. Если вы переключаетесь на младшие таймфреймы, чтобы искать вход, то стоп ставьте также на младших таймфреймах за локальные зоны поддержки или сопротивления. А тейхи выставляете уже по старшим таймфреймам. Таким образом, у вас будет уже хорошее соотношение риска и прибыли. Третье. Не ставьте стоп в воздухе. Рынку все равно на ваш убыток и на ваши планы. Стоп-лосс должен быть всегда аргументированным. Тогда ваша торговля может в потенциале быть прибыльной на дистанции. Значит, если у вас восходящий тренд и цена тестирует зону поддержки, которую вы определили на старших таймфреймах, то вы должны смотреть лонги в этой зоне. Учитесь использовать таймфреймы правильно. На младших таймфреймах вы также должны смотреть структуру, как и везде. Это может помочь вам открыть позицию в зоне интереса, когда локальный тренд будет разворачиваться и двигаться в сторону глобального тренда. Также вы должны всегда смотреть на манипуляции. Это будет вашим сигналом, куда вероятнее всего пойдет цена, и вы поймете, есть ли потенциал разворота от вашей зоны интереса. Ну и вайкова при желании. Все инструменты работают вплоть до секундных таймфреймов. Возможно, именно по этим схемам вам будет комфортнее видеть подтверждение, и вы сможете открывать прибыльные сделки с хорошим соотношением риска и прибыли. Насчет РР. Вы всегда должны осознавать, что не каждая возможность должна сразу же реализовываться. Если соотношение риска и прибыли вас не устраивает, и не соответствует вашей торговой стратегии, будет правильно такое пропустить и подождать лучшие возможности. Научитесь терпению. Если сейчас вы не откроете позицию, то в дальнейшем будет еще очень много возможностей, и может быть с гораздо более весомыми факторами и лучшим соотношением риска и прибыли. Если вы хотите видео про риск менеджмент, то пишите об этом в комментариях, и тогда оно выйдет в ближайшем будущем. Итак, сейчас переходим к реальному примеру. Разберем график евро-доллар, так как на валютных парах намного больше информации на месячном таймфрейме, чем на крипте. Все, что будет сказано дальше, вы можете применять на любом рынке, хоть на фондовом, хоть на крипте. Начинаем анализ месячного таймфрейма. Здесь явно видно, что цена начала двигаться в нисходящем направлении, создавая более низкие минимумы и максимумы. Обращаем внимание только на значимые свинхая и лоя. После импульсного движения вниз, цена начала торговаться в боковике. Сразу же определяем минимумы и максимумы, которыми цена вероятнее всего будет манипулировать. Я отметил нижнюю и верхнюю границу диапазона. Там и там есть большое количество ликвидности, значит у нас будет возможность открывать сделку в противоположную сторону после снятия стопов с одной из сторон, если для этого будет достаточно факторов. Также я определяю очевидные зоны сопротивления и поддержки. Первой зоной сопротивления будет выступать этот минимум. Это mitigation блок. Зоной поддержки я тоже отметил mitigation блок. Этого достаточно для данного таймфрейма. Теперь я переключаюсь на недельку. Здесь меня может интересовать только этот боковик. Внутри него я отмечаю медвежий ордер блок, от которого цена уже дала реакцию. Следовательно, если ликвидность сверху уже сняли, то теперь цена вероятнее всего пойдет снимать ликвидность равных минимумов. Смотрим структуру. Мы видим, что цена коррекционно двигалась в бычьем тренде, в зоне сопротивления. Давайте посмотрим дивергенции как доп-фактор. Присутствует скрытая медвежья дивергенция. Учитывая вышеперечисленные факторы, это уже является беским поводом искать шорт позицию от этого ордер блока. Учитывая, что общее направление актива за последние годы нисходящее. Поэтому уже на недельном таймфрейме мы понимаем, куда должна двигаться цена и откуда она начнет свое движение. Теперь мы ждем слома структуры, и на смене тренда можно рассматривать шорт позиции на формировании ловерхая. Также помимо этих равных минимумов, мы можем отметить минимумы выше, где мы можем частично фиксировать свою шорт позицию. Здесь я отмечаю равные минимумы, после обновления которых цена может развернуться и пойти на коррекцию. Следующее, что мы делаем, это переключаемся на более низкий таймфрейм, на дневку. Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть на структуру. Здесь я ничего менять не буду, потому что структура на недельке соответствует текущему таймфрейму. Определяем потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Я отмечаю зону поддержки, это ордер блок. Я понимаю, что у некоторых ломается представление про этот инструмент, и вы никогда не видели, что его можно так определять. Но единственное, что я могу сказать, больше тестируйте инструменты и впитывайте правильную информацию, а не то, что вы нагуглили, либо увидели где-то в чатике. С пониманием логики инструментов вы сможете не только отмечать специфические зоны, а и торговать прибыльно. Ну ладно, продолжим. Дальше я отмечаю потенциальные области сопротивления, которые будут меня интересовать после слома структуры. Медвежий ордер блок в зоне ОТЕ, и еще один выше, который уже тестировали. Но возможно цена пойдет на повторный ретест, поэтому отмечаем. Это все, что мне нужно было на дневке. Дальше идем на часовые таймфреймы. Начинаем с 12 часов. В этом диапазоне я отмечаю ордер блок, но мне неинтересно от него открывать какие-либо позиции, учитывая макроситуацию. Ниже мы также видим бычий ордер блок, от которого вполне вероятно будет какая-либо реакция, и возможно цена его протестирует и пойдет на коррекцию. Ну и также мы видим, что цена начала формировать ловер лоу и ловер хай. Зародилась нисходящая структура. Это все, что нам нужно было на этом таймфрейме. Сейчас переключаемся на 4-х часовик. Здесь все важные зоны интереса уже выделены, и на нем в данной ситуации делать нечего. Разве что мы можем отметить локальный ордер блок, в котором цена может сформировать боковик, либо же просто пойти на коррекцию выше. На этом здесь закончим. Следующий таймфрейм – часовик. На нем мы можем анализировать график в нашей зоне интереса на 4-х часах. Мы видим, что цена манипулирует хайами, и это будет признаком редистрибуции по вайкову. Здесь был сформирован боковик. Отмечаем равные максимумы и минимумы, которыми цена, возможно, будет манипулировать. Также видим вынос ликвидности снизу. Цена не может закрепиться ниже и возвращается обратно в диапазон. Здесь можем заметить очевидные цели для цены, которыми выступают эти равные максимумы. Посмотрите мое предыдущее видео, в котором я рассказываю базовые вещи про ликвидность, для лучшего понимания материала. Ну и потенциально мы можем здесь открывать позицию даже на данном таймфрейме, и ставить стоп за этот минимум, с целями к верхней границе выделенного диапазона. Давайте попробуем это сделать. Здесь будет открыта позиция, здесь стоп, здесь тейк. Окей, соотношение риска и прибыли 1 к 3. Не самый лучший пример, но допустимый. Смотрим, что происходит. Цена агрессивно выносит этот пул ликвидности. И что же мы видим? Здесь такая же ситуация. Открываем аналогичную сделку, только в другом направлении. Выставляем вход. Стоп и тейк уже ставим по старшим таймфреймам. Это будет минимум, при обновлении которого будет сломана локальная обычная структура. Соотношение риска и прибыли 1 к 13. Это уже неплохо. Ну и смотрим отработку. Цена начинает агрессивно двигаться четко к нашему минимуму. Это все про ликвидность, и вы должны это понять. Минутные таймфреймы я не буду рассматривать, потому что я уже выкладывал видео на эту тему. Смотрите в подсказках. Давайте переключимся на 4-х часовик, чтобы было комфортнее смотреть на этот график. И будем смотреть на отработку зон поддержки и сопротивления, которые я отметил. Возможно мы будем входить в позиции на бумаге, при наличии достаточного количества факторов. Окей, цена выходит за пределы отмеченного лоя и закрепляется под ним. Это будет сигналом, что вполне вероятно у нас продолжится медвежий тренд. Нам нужно ожидать формирования ловер хая, откуда мы будем входить в позицию. Цена протестировала зону поддержки, которую мы отмечали на дневном таймфрейме. Также мы видим манипуляцию лоями. Теперь смотрим объем, и видим, что при каждом обновленном лоя объем поднижался. Что говорит о слабости нисходящего движения. Это обычная дивергенция. Поэтому сейчас мы ждем слома структуры, и на этом же таймфрейме будем входить. Я хочу показать, что при правильном анализе инструменты работают на всех таймфреймах. И у вас есть возможность открывать позиции с высоким соотношением риска прибыли. Отмечаем максимум, где будет слом структуры. И также видим сформированный ордерблок, который находится в зоне ОТЕ. Если цена к нему дойдет, то мы будем здесь входить. Так как я не собираюсь переключаться на другие таймфреймы, я просто поставлю вход здесь. И стоп за этот ордерблок. АТЕ мы ставим на зону сопротивления, которую мы определили на дневке. Соотношение риска и прибыли 1 к 10. Очень хороший потенциал. Обратите внимание, что я работаю в синхроне со старшими таймфреймами. И мне легко определить дальнейшее движение цены. Намного сложнее найти сделку с хорошим соотношением риска и прибыли. Цена очень красиво тестирует выделенный ордерблок. Начинает лететь вверх и останавливается у дневной зоны интереса. Для открытия шорт позиций. Мы переобуваемся и теперь ищем шорт. Но мы не входим просто из-за того, что цена пришла в эту область. Нам нужны соответствующие факторы, о которых я уже говорил. Смотрим, что было дальше. Цена начинает торговаться в боковом направлении. Мы видим обновление хая. Здесь цена не смогла закрепиться и ушла обратно в диапазон. Далее мы видим еще один перехай. Как дополнительный фактор смотрим на объем. Здесь мы видим слабость бычьего тренда. Запомните, если в зоне сопротивления вы видите манипуляцию хаями, то это очень хороший признак для открытия шорт позиции. Особенно, если учитывать старшие таймфреймы в этом примере. Окей, мне нравится эта область для открытия позиции. Я бы вошел сейчас. Стоп, поставлю за дневной ордерблок. Вариантов войти масса. Вы можете подождать слом локальной структуры вот здесь. К примеру, на часовике. И войти на формирование ловерхая. Либо же подождать, пока цена обновит минимум, от которого образовался этот импульс вверх. И потом также на формирование ловерхая войти. Окей, здесь я выставляю вход, стоп за ордерблок и тейк на равные минимумы ниже. Которые мы определили еще в самом начале. Это будет свинг позиция. Здесь соотношение риска и прибыли 1.23. Очень даже неплохо. Я включаю дневной таймфрейм и смотрим отработку. Вы можете останавливать видео и смотреть, как будут отрабатывать выделенные зоны поддержки. Разбирать каждый отскок я не буду, потому что логика здесь абсолютно одинаковая. Отлично отработанный трейд. Здесь основной упор мы делали на ликвидность и структуру. Теперь мы будем рассматривать лонг позиции. Смотрим на манипуляцию лоями. И будем входить, естественно, на более низких таймфреймах. У вас будет намного больше возможностей. Но я не хочу слишком сильно затягивать это видео. Основная цель – показать, что анализ со старших таймфреймов всегда будет в приоритете. И при таком подходе вы хоть немного научитесь понимать рынок и открывать правильные позиции. Давайте для начала я сотру все ненужное и мы вспомним, где находится первая зона сопротивления на месяце. Вот, ничего не поменялось. Это mitigation блок. Повторим то же самое, что мы делали в самом начале. Определяем значимые максимумы, как промежуточные цели для цены. Здесь мы видим равные максимумы. За ними находится огромное количество ликвидности. Это будет магнит для цены. Определять зоны сопротивления внутри этого боковика я уже не буду. Так как единственное логичное место, куда алгоритмы будут двигать цену, уже выделено. Вход в позицию можно осуществлять разными способами. Ранее я уже показал, как это делать на разных таймфреймах. Поэтому я переключаюсь на дневку и буду входить, когда цена вернется обратно в боковик. Здесь мы видим что-то похожее на 3-tap setup. Я вхожу на поглощение, даже несмотря на младшие таймфреймы. Контекст позволяет это сделать. Вход у меня вот здесь. Стоп поставлю за этот лой. А тейки у нас уже определены. Основная цель это фиолетовая область. Но я также буду фиксировать свою прибыль на этих максимумах. И скорее всего большую часть позиции. Так, в этой сделке соотношение риска и прибыли 1 к 14. Сойдет. Это нужно для того, чтобы показать, что анализ со старших таймфреймов позволяет понимать, куда цена будет двигаться дальше. А то, каким образом вы будете открывать сделки, прямо зависит от стиля вашей торговли. Окей, смотрим отработку. Цена сначала двигалась в нашем направлении, но потом протестировала зону сопротивления и началось движение еще ниже. Ничего страшного. Мы увидели третий перелой. И цена вернулась обратно в локальный рейндж. Это возможность для открытия повторного ланга. Также, как дополнительный фактор для входа в сделку без подтверждения, смотрю индикатор RSI. На нем мы видим расхождение между графиком и индикатором. Это будет бычья дивергенция. Окей, перезаходим тут же в позицию. И ставим стоп за самый низкий минимум. С такими же тейками. Потенциал этой позиции намного больше. Здесь соотношение риска и прибыли 1 к 25. Да, и после того, как мы увидели еще один перелой, вероятность открытия прибыльной позиции куда выше. Сейчас я открою месячный график и будем смотреть отработку. А пока подведем итоги. Чтобы корректно анализировать график сверху вниз, вам нужна практика и четкое понимание инструментов. Иначе вы будете видеть то, чего просто-напросто нет. Как вы думаете, почему неудачные трейдеры одержимы анализом рынка? Потому что они жаждут чувства уверенности и им кажется, что анализ дает им такое чувство. Мало кто признает это. Правда в том, что типичный трейдер хочет быть правым в каждой сделке. Он отчаянно пытается создать уверенность там, где ее просто нет. Я надеюсь, что вы сначала будете тестировать все на истории. И только потом, когда у вас появится уверенность в своем анализе, начнете применять это все на реальном счете. Научитесь читать рынок. Графики дают огромное количество информации. И она будет самой правдивой. Вы могли заметить, что цена подошла к нашей зоне сопротивления. Теперь вы должны определить цели для цены ниже, на старших тейнфреймах. И постепенно переключаться на младшие. Анализируя график таким же образом, как мы это делали. Потом я бы искал шорт к этой зоне поддержки. А от нее искал лунг. Какая же простая логика. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях под видео. Если вы узнали что-то новое, то покажите фидбэк. Поставьте лайк, напишите коммент. Это помогает продвигать видео.